Парадок на земле президентским указом Затверджены новые меры по выражению проблем старого и пустующего жилья Других хлеб господарки региона распочали на рыхтовку Бульбы Инженеры будущего 1-й районный стэм-центр открылся у Лельшицах А зараз об этом и иншим больше подробязно Свою дело в форуме регионов Беларуси и Украины уже подтвердили 18 областей суседней краины Про это поведомил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол Про это речь бы не кончатковая, колькость ожидающих расти Подчас форума, який пройдет 25-26-го Кострышника у Гомеле Плануется организовать каля 10 мероприемств Их удельники ознайомятся с потенциалом регионов у разных сферах У Беларуси затвердили новые меры по выращении проблем старого и пустующего жилья Отповедный указ подписал президент краины Александр Лукашенко У приоритете – развитие малых вёсок, господарский подход и парадок на земли У краине з'явятся реестры пустующих и старых домов Звездки об таким жиле з'явятся на сайтах выконкамов Отшужать нерухомость дозволясь не только на аукционах, але и шляхом промога продажу Калі заявка толькі одна. Гэта пасхорыць процедуру отчужэня До того ж новому уласніку дозволяць самому займацца зносам дома Гэта значыць пера дадуць зямлю тым, хто жадая жыць і будавацца Без уліку кошту старого будынка Чакаяцца, што документ дозволяць активізаваць работу Паскарачэнні ліку без господарных і аварийных побудов Дзеючы на сяле падыходы таких будынкаў пашырыны на усю територию Беларусі Уласніки, які опавящаю мястовую уладу абжаданні володаць зямлёй З гэтага часу будзе обавязаны выконываць усе патрабаванні Паеяхове і выкарыстанні Гэсподаркі Гомельцькой області пачынаюць масавую нарыхтовку бульбы У целым селітній ураджай чакаяцца на узроўні минулагодняга Хоть у некаторых районах гэтая культура даволі значна пацарпела Выніку несприяльных кліматычных умов Заходом уборки назіраў Олег Сентяров Пакуль ситуація ў розных районах одрознівецца доволі значна Калі ў Оксябрьскім ураджайність на пешых выкапанных гектарах Кріху більш як 100 центнерів, то ў Будокошалёвскім свыше 400 Середня па в області 250 У Гомельцьким районі гэта пакашык пакуль нижей А ліна перді яшчэн някакі тыднів пылевых работ У комбинаці Усход кажуть, що частка пасіву потерпела выніку спякоты Частка захворіла на фитофтору Великая розница ночных і дённых температур Для Бульбы гэта не самая спраяльні умовы Из-за дождей, в связи з дождей у нас появляється, що она вымакаєт, эта картошка І получается, що не успіваєм обработати її от фитофтору Полністю не успіли, як должні, обработки, здається обработку на фитофторі Для того, щоб выративати Бульбу от фитофтору в комбинаці Усход За 3-4 дні необхідно було апарцаваць 850 гектарів Що оказалося доволі складанной задачей Між тим, страчувати урожай тим більш неприємно Що сьоліта на Бульбу доволі значний попут Заказані її поступають навіть з таких країн, як Туркміністан і Азербайджан А прачатах у господарці па 2 тонны што день Отгружають на Гомельський комбинат школьного харчування Причім для школьних столовах Бульбу очищають і фасують уборшки Со спеціальним водним раствором У такім вигляді і она добре заховується на притягу 48 годин Закладка Бульбы на зимовий период у комбинаці Усход Почнеться уже на гэтом тыні Покунжу весь собранний урожай отгружається на реалізацію По 44 копійки за кілограм Це не на 6 копійок менш, чим пропонують владанники прасядібних участков на ринку Сьогодні у комбинаці Усход одночасово вбирають капусту, бураки і цибулю Але найбільш значній об'ємі Бульбы Центральне освоюча сегаспродприємства Различана на 22 тисячі тонн Городіни А май 14 тисяч, за яких складів мене віта Бульба Умовы заховання тут, вигляді, значно одрознюються від ранейших технологій Коли в осінь у клубні завозили у бурты, а весной до 60% за їх выкидували як сапсовані Постоянний контроль температуры і велихотності дозволяють знизити страты у рази Це современне картофельне хранилище, оно оснащено современним оборудованням Ну, сахранність где-то більше 90% Олег Сентюров, Ігор Марищенко, Телерадо, компания «Комель» Сьогодні у Гомелі презентовали проект міжнародной технічні допомоги Ва умоцовання контактів поміж організаціями інвалідів України і Білорусі Программа продовжує сумісне омерковання і вороження проблем По інтеграції людей з обмежованими махчимостями у спорт і туризм Ініціаторами супрацівництва выступили дві організації З нашого боку – Гомельське обласне громадське об'єднання інвалідів-спінальніки А до країни – Житомирський обласний фонд соціальній об'єднання інвалідів Почати вирішили з організації клубного спортивного руху і з поборністів міжнародного узровню На Гомельшині перші кроки у гэты на керунку вже зроблені На базі нашого созданого клуба вместе ми зможемо все Будуть проходити всі основні мероприятия проєкта Уже почали реалізовуватися следующі види спорта – баскетбол на інвалідних колясках Це то, чим ми вже займаємся більше 15 років Но чисто на общественних началах у нашій команди пока не було ні свого тренера Хоча спортивні коляски для ігри в баскетбол нам за счет спонсорських средств Свое время Гомельський горийсполком помог рішить Але зараз ми хочемо йти далі А крім того, у регіоні планується активізувати і такі види інвалідних спорту Як танці на колясках, армреслінг, легка атлетіка, плавання, боджа і настольний тенніс За кошт бюджету проєкта до роботи будуть притягуватися професійні тренери У сфері організації туристичной дійності для людей з обмежованими махшимостями Уже зараз проводяться сплавы на байдарках параці «Убарть», майстер-класси по народних рамествах, семінары с краєзнауцями і етнографами Проєкт различений на паўгода Планується, що у Гомельській області уїм проймуть удел прикладно полторы тысячи чоловік з інвалідністю Перший у Гомельській області районний стем-центр відкрився у Лейшицькій середній школі номер один Проєкт реалізоване при підтримці парка високих технологій Стем – абревіатура чотирох основних напрямках, які грають ключовую роль у розвитці технології Продознавчае навуки, інформаційне технології, інженіринг, математика Центр змогуть безплатно наведувать навученці з 2 по 10 клас з розних школ города і района У программе – керування беспілотними літальними апаратами, 3D-моделівання і друг, займальна робототехніка і основы програміровання Навучання у Центр і сьоліта пройдуть коля 150 школьників Спеціальні курсы у парку високих технологій скончили три наставники Лейшицькій школы По їх меркованні навучання у Центр і стане стимулом для освоєння дітьми докладних навук Становча повпливає на їх поспяховося і стане корисным і цікавым бавленням часу Я думала, що хочу стати тем, хто чинит комп'ютери Потому що мені дуже подобаються комп'ютери і особливо программи Я готова учиться, заниматися і получать десятки Я хочу сказати велике спасибо всім тим, хто помог Діло в тому, що техніческе образовання, в тому числе STEM, вострібовано во всім міре і актуально І ми считаємо, що изучення высоких технологій в такій увлекательній формі дає дітям системне мышління Безусловно, це хороший старт і путь війти Але навіть якщо хтось виберет іншу дорогу, ці знання пригодяться їм в будучі На проконці наступного тыдня Гомель у Скалыхне самая масштабная творчая мероприємства года Міжнародний фестиваль хореографічного мастацтва «Сожский карагод» Старт буде даденый 14 вересня в 8 годин вечора на стадионе «Центральне» Він дзел у открытий проймуть більше як полторы тысячи человек Гомельчан і гостей города чекає незабывное шоу под назвой «Час выбирає нас» Все літообласний центр приєдуться з выше 30 танцівальних колективів з Білорусі, России, України, Молдовы, Сербії і Індії Непосредний хореографічний конкурс пройде у Городським центру культуры 14 вересня з 10 до 14 годин У вахот свободны У рамках фестивалю по традиції проводиться і міжнародний турнір по бально-спортивних танцах «Золотая рысь» На паркету дзельники выйдуть 15 і 16 вересня Місце проведення сьолітнього форуму «Спортивно-оздоровленший комплекс «Локомотив» 15-го традиційно в рамках сожского хоровода у нас проходит день города И 16 сентября – это день такой заключительный, это подведение итогов Мы будем собирать круглый стол с руководителями коллектива в формате тоже пресс-конференции, наверное Проведем торжественное сокрытие, награждение победителей И несколько ярких красивых проектов, которые мы традиционно привозим в город в такие знаковые даты Это в рамках дня города состоится концерт Валерии на стадионе Центральном И 16 числа к нам приезжает народный оркестр России Игорь Бутов Он будет работать с концертным оркестром города Гомеля в локации И еще несколько интересных фактов в селе Тауссорского кара года появится новый гимн Цитата, которая прогулась на концы урочистого открытия фестиваля, станет девизом Гомельской хореографической школы Коллективы-конкурсанты представят свои властные программы на разных пляцовках у День города Областный этап конкурсу «Аутосеньярыта-2018» пройдет в Мозыры 7 вересня Конкурс берет 9 автоледи в возрасте до 31 года из разных районов Обовязковая умова – наявность посвящения водителя и автомобиля, який пройшел державный тахагляд Девчат чекают 6 выпробований У дельницы в оригинальной форме повинны представить себе и свой автомобиль у творчей визитуции За этим конкурсанткам треба справиться с пытаниями на ведание правил дорожного руха Так само выполнять элементы кирования – диагональную парковку, туннель, эстакаду Клопотливым мамам будет присвящен конкурс на установку в машине детячего автокресла Творчий подход у дельницы продемонструють при декорировании своего транспорта Организаторы подрыхтовали для девчат и складанное техничное упробование «Викторину ТехноАс» Городская библиотека Мягерцена познаемится с паранормальными местами Гомеля Что годовая акция «Библионож» все лето выступает в патрымку литературы в жанрах фантастики и фэнтези В ближайшую пятницу 7-го вересня у библиотецы проведут мероприемства под назвой «Фантастичная ночь» Наведывальникам пропонуют отправиться на машине часу, минуло и будущую Побывать на порталах «Зорные войны» на шесть роботов и хоббитания Початок у 18.30 Сегодня в регионе подвели выники молодежной акции «Одновление святынь Беларуси» На протягу шести месяцев активисты БРСМ и волонтерского руху Знайомились с духовной и культурной спадшиной Беларуской православной церкви Займались доброупорядкованием территорий храмов, допомагали в будовництве Завершить акции в нашем регионе вырошили в храме святого благоверного князя Александра Невского в Гомеле Сюда приехали школьники, студенты, працованная молодь с усею в области За справу принялись захватой Необходно было прополоть клумбы, привезти в належный стан газон Да помогши занести материалы для будовництва неотдельной школы Пробудить в человеке самые лучшие, самые хорошие порывы душевные, сердечные Мы об этом постоянно напоминаем нашим прохожанам И просто радуется сердце, глядя на то, как волонтеры стараются от всей души, от всего сердца помочь своим ближним Наши волонтеры всегда с удовольствием приходят на помощь Акция восстановления святыни Беларуси помогает не только привить любовь к труду, но и прикоснуться к чему-то более духовному На протяжении полугода волонтеры в своих районах помогали в уборке и благоустройстве территории В строительстве воскресной школы, а также церковных объектов Они общались с церковнослужителями По завершении працонной частки молодые люди ознайомились с гисторой храма Настоятель провел для их экскурсию После подвяли выники акции «Одновление святынь Беларуси» Самые активные удельники отрымали у знакороды Амаль 6 тысяч километров пробегли же хары Гомельской области Подчас доброчинной акции «Бягучая городы» Гэта другий выник, боишь только у Гродинского региона Звыше 7 тысяч километров Доброчинный марафон «Бягучая городы» проходил в рамках проекта «Велком бегом» По умовах акций необходимо было выходить на пробежки Рабить скриншоты своих выников и расповедать про их у социальных сетках со специальным хэштегом Усе заробленные километры пойдут сюда помогу дитячым областным центрам медицинской реабилитации Жыхары нашего региона своими километрами до Брыни принесли 35 тысяч рублей Гомельскому областному дитячому центру медицинской реабилитации «Верасок» Гроши пералишать на рахунок установы Эта иншая новинка вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.cvergomil.by На этом выпуск завершены. Дякую за увагу и до встречи в эфире Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте В Светлогорском районе на ненужную мелиорацию хотели потратить 75 тысяч рублей Но бесцельно выбросить деньги на ветер помешал госконтроль Сотрудники ведомства обнаружили по итогам мониторинга факты необоснованного завышения площади мелиорируемых земель Как оказалось, проектно-сметную документацию были внесены территории, которые уже находятся в обороте Сельхозпредприятий и в мелиорации не нуждаются Это привело к удорожанию работ по изменению состава почвы на 37 тысяч долларов На 34 тысячи рублей смета расходов по аналогичному виду работ была завышена и в Чечерском районе Из документов следует, что в 2017 году во время реконструкции мелиоративных систем Бюджетные деньги были освоены, но не все указанные работы выполнены По результатам проверки все необоснованно полученные средства возвращены в бюджет Из проектной документации исключены необоснованно включенные работы, что позволило сэкономить 75 тысяч рублей бюджетных средств Материалы проверки направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки Выпали из-под кровли, но не взорвались В Гомеле во время ремонтных работ на чердаке жилого дома по проспекту Ленина Рабочие обнаружили две советские гранаты При разборке конструкции боеприпасы времен Великой Отечественной войны упали на перекрытие Рабочие остановили работы, сообщив о находке правоохранителя Сотрудники ГЭИ оцепили территорию, а милиционеры Центрального районного отдела внутренних дел Обеспечивали безопасность до прибытия группы разминирования По проспекту пришлось перекрыть движение транспорта На время изъятия боеприпасов и обследования чердака Которая проводилась с сотрудниками группы разминирования Войсковой части 55-25 МВД Республики Беларусь Спасатели эвакуировали 21 человека Это жильцы дома и работники магазина Который был расположен на первом этаже Впоследствии боеприпасы были вывезены Для проведения экспертизы и последующего уничтожения Сотрудники ГЭИ обращают внимание водителей На необходимость уступать с дорогу велосипедистам В регионе по-прежнему высок уровень ДТП С владельцами велотранспорта Ситуации, когда они попадают под колеса автомобилей Выезжающих из арок домов и дворовых территорий Заметно участились Последний тому пример ДТП на проспекте Победы Обошлось безопасных травм, но велосипедист сломал себе нос В результате происшествия велосипедист был доставлен в больницу Где после оказания помощи отпущен домой Ввиду этого госавтоинспекция обращается ко всем велосипедистам Будьте предельно внимательны при проезде арок возможных домов А также при проезде пешеходных переходов Обязательно спешиваться с велосипедом Такой обзор происшествий за сегодня О событиях четверга расскажем завтра в это же время Оставайтесь на Беларусь-4 На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта В студии Максим Савин Здравствуйте Сегодня стартовал очередной чемпионат Беларуси по хоккею в экстралиге Гомель на выезде встречается с белорусской молодежкой У-20 Ажлобинский металлург из Динамо-Молодечно Буквально накануне Столевары объявили о пополнении в своих рядах Просмотровые контракты на полноценные сменили российские форварды Алексей Басков и Анатолий Рябов Оба имеют в своем активе по два поединка за металлург В матче Кубка Руслана Сале против Минской юности Нападающие не смогли отметиться результативными баллами А в товарищеском поединке с Гомелем поучаствовали в двух взятиях ворот Еще одним новичком стал белорусский форвард Артур Обметко Воспитанник Минска юности два предыдущих сезона провел в российской ВХЛ 30-й чемпионат Беларуси по мини-футболу откроется гомельским дерби Напомню, что в первом туре календарь свел две команды из областного центра БЧ и ВРЗ Игра состоится 8 сентября на арене спорткомплекса «Локомотив» Примечательно, что стартовый свисток в гомельском матче Прозвучит на час раньше, чем в других поединках первого игрового дня В 13.00 Играет еще один представитель нашего региона Светлогорский ЦКК в Минске встретится с Динамо БНТУ Начало матча в 14.00 Более ста юных атлетов принимают участие в областных олимпийских днях молодежи По академической гребле и состязания проходят на грибном канале в Якубовке в Гомеле Командой представляют Гомель, Жлобин, Светлогорский, Мозырь Возраст гребцов 18 лет и моложе По итогам областных состязаний будет сформирована сборная Для участия в республиканских олимпийских днях молодежи Награды этого старта разыграют с 13 по 15 сентября на грибном канале в Заславле под Минском Команда Гомельской области намерена бороться за победу Мы лет 4-5 не проиграли ни одних соревнований Неперинство до 18, до 23 кубок, чемпионат Мы ни одних соревнований не проиграли Гомельская область всегда приезжает с кубком Свои лидерские позиции Гомельская школа академической гребли подтвердила в минувшие выходные в Бресте на чемпионате Европы среди молодежи Белорусские атлеты завоевали на этом старте 8 наград золота, бронзу и 6 серебряных медалей К половине призовых мест приложили руку представители нашего региона На этом пока все С новостями спорта вознакомил Максим Савин Оставайтесь на Беларусь 4 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова